Дайджест недвижимости Детский космический центр планировали достроить к концу прошлого года, напоминает «Девятка.ру». Внутри хотели разместить планетарий, виртуальный центр управления полетами, станцию «Салют» и другие тренажеры-имитаторы. После сроки сдачи объекты перенесли на 12 апреля 2017 года, но и эту дату сдвинули. Как сообщил директор музея имени Циолковского Игорь Загребин, центр может открыться ближе к лету. Дайджест недвижимости В апреле в Кирове подорожали 1,4-комнатные квартиры. Как сообщает информационно-аналитический портал «Рэйкеров.ру», квадрат однушек на вторичном рынке прибавил в цене в среднем около 3% – 1200 рублей. Квадратный метр в четырехкомнатных квартирах вырос почти на 6,5%. 46 700 рублей до 49 700. Средняя стоимость квадрата на вторичном рынке осталась почти на уровне марта – 41 915 рублей. В сегментах двух- и трехкомнатных квартир аналитики зафиксировали незначительное снижение стоимости в пределах 1%. Дайджест недвижимости Российское правительство разработает программу дальнейшей помощи ипотечным заемщикам, столкнувшимся с финансовыми проблемами. Соответствующее поручение сразу нескольким ведомствам – Минструю, Минфину, Минэкономразвитию и Минюсту – дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Указанные министерства совместно с Банком России и агентством по ипотечному жилищному кредитованию должны предложить комплекс мер до 22 мая этого года. Напомню, программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была запущена в апреле 2015 года. На реструктуризацию их долгов из бюджета выделили 4,5 миллиарда рублей. Срок действия программы заканчивается 31 мая, однако, по информации ОИЖК, сейчас новые заявки от нуждающихся уже не принимаются, средства полностью израсходованы. Всего, по данным ОИЖК, за два года в рамках госпрограммы поддержку получили более 22 тысяч российских семей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.